Оперативное совещание в правительстве минувший понедельник было чрезвычайно коротким, малосодержательным. Хабиров и Сидякин очевидно торопились на федеральную оперативку, а вернее на мероприятие по утверждению федерального образовательного центра в республике Башкортостан. Хабирову было не очень интересно и потому он сразу же сходу решил особых вступлений не делать и предложил обсудить ситуацию с COVID-19 в республике. Забелин, как обычно, ничего нового статистически не рассказал. Впрочем, отмечу про себя, что он уже вторую оперативку подряд вообще ничего не говорит про смертность от COVID-19, как будто бы люди перестали умирать от этой страшной болезни. 138 человек составил суточный прирост заболевших. Общая сумма заболевших 14 264 человека по республике Башкортостан. Такова численность людей, у кого был признан COVID-19. И я нисколько не сомневаюсь, что реально эта цифра существенно больше. Впрочем, одну любопытную вещь Максим Васильевич, конечно, сказал. Он по поводу скорой помощи очень красиво и категорически высказался. Он сказал, что неотвеченных вызовов по скорой помощи нет. Я не знаю, значит ли это, что все скорые помощи и все вызовы были обслужены согласно нормативам. Приехали ли ко всем, кто вызывал скорую помощь вовремя, в срок и эффективно. Но тут можно очень просто это проверить. Если кто-то напишет нам свои отзывы о работе скорой помощи, мы будем очень благодарны в ближайшее, условно говоря, время. А также Максим Васильевич сказал интересную вещь. Он назвал цифру количества вызовов на одну машину скорой помощи. И вот тут, простите, я взялся за калькулятор. Показатель количества вызовов в пределах 56-60 вызовов на одну машину в сутки. То есть тут несложный арифметический подсчет показывает нам, что полный цикл одного выезда для скорой помощи составил, по мнению, забили на 25 минут. То есть 25 минут это получить вызов, обработать его, загрузить машину, выехать на место, доехать до места расположения больного, оказать ему помощь и вернуться обратно на станцию скорой помощи, либо отбыть по следующему вызову. Вот весь этот цикл в среднем у Максима Васильевича занимает 25 минут. Теперь вспоминайте последний раз, когда вы вызывали скорую помощь, сколько времени она к вам ехала. Но вот здесь, простите, позвольте не поверить категорически. Не может быть такого, потому что даже логистически очень многие точки города Уфы и многих других городов, я имею в виду конкретные квартиры, подъезды, дома расположены существенно дальше, чем на расстоянии, предположим, 12 минут езды скорой помощи. И это при условии, что еще 12 минут понадобится на возврат и хотя бы одна минута на оказание помощи. Согласитесь, звучит абсурдно. Также Забелин сообщил нам о том, что количество свободных коек, как ни странно, в республике Башкортостан растет, и за неделю этот прирост составил 3%. То есть теперь у нас более 25% свободных коек в больницах и медицинских учреждениях, а на прошлой неделе было 22%. Тут уже, как говорится, без комментариев. Хабиров, выслушав Забелина, никак не оценил его старания и его доклад. Отметил, что нужно готовиться к вакцинации, но мы не знаем, сколько у нас будет выделено вакцин на республику Башкортостан. Хабиров очень порадовался тому, что количество свободных коек возрастает, и даже как-то так выразился неуклюже, что коечный фонд дает нам жирок. Ну, не знаю, какой жирок там дает свободная койка Хабирову. Назаров вставил свои 5 копеек в доклад Забелина, сообщив, что к 1 декабря, то есть уже сегодня, ковидный госпиталь в Стерлитамаке будет готов в том плане, что строители уходят с объекта и заходят монтажники. Начинается пуск, наладка сложного оборудования и технологических цепочек в этом объекте. Но теоретически Андрей Геннадьевич готов доложить о полной готовности 12 декабря. То есть 12 декабря, по его мнению, туда попадает первый больной. Тут, конечно, складывается ощущение того, что есть некое опоздание с этим всем, не в смысле по срокам, которые были обещаны, а в смысле по сути. Если Хабиров и Забелин уже начинают нас готовить к тому, что у нас тут дофига и больше свободных коек, то логически предположить, а зачем нам нужен этот госпиталь. Впрочем, и об этом тоже подумали уже сразу, как только начинали его строить, оговорились, что это будет не просто ковидный госпиталь, а некий универсальный медицинский центр. Ну, как говорится, посмотрим. Продолжая тему свободных мест медицинских учреждений, Хабиров поинтересовался у Забелина, лежат ли пациенты больниц в коридорах в республике Башкортостан. И Забелин заверил, что в коридорах людей размещают исключительно в случаях, когда дезинфицируют палаты, либо в каких-то редких-редких случаях, когда там почему-то одно-два места не хватает в больнице. Вот здесь тоже, позвольте, усомниться. И, пожалуй, что сотни, если не тысячи очевидцев того, что сейчас происходит в медицинских учреждениях республики, удивятся и опровергнут вот эти заявления Забелина. У нас в мирные-то времена в коридорах люди лежали в больницах и в большом количестве, а сейчас прямо вот смотрите в исключительных случаях. В общем, тут я думаю, что в ответ на это заявление Забелина мы получим некоторое количество конкретных фотографий из разных медицинских учреждений. Так как тема COVID-19 стала центральной на оперативке в минувший понедельник, решили не мелочиться и обсудить все темы, которые с этим связаны, в том числе ситуационный центр, который был создан две недели назад. На связь вывели Риму Амировну-Утяшеву, депутата госсобрания и придворного доктора, и она отчиталась о том, что количество звонков на этот ситуационный центр во вторую неделю снизилось по отношению к первой неделе и составило 5277 звонков всего за неделю на всех операторов. В общем, ничего особенного. И это особенно интересно и примечательно, что все это происходит на фоне того, что создана федеральная система контактов по теме COVID-19. Я имею в виду вот эту специальную горячую линию. И, как я уже говорил ранее, смысла в этом ситуационном центре не стало никакого абсолютно. Но Утяшева настаивает и пытается доказать свою нужность, необходимость и полезность. Мы уже знаем о том, что Рима Амировна претендует на мандат депутата Государственной Думы. Ей нужно как-то очень даже красиво стартовать в начале вот этой всеизбирательной гонки. Вот этот ситуационный центр ей очень даже подходит в качестве вот этого, значит, старта. Немножко подпортил картинку Назаров, который прокомментировал свой звонок туда, в ситуационный центр. Он постоянно контролирует работу в этом центре и отметил сонность и невнятность речи операторов. Ну, я не знаю, с чем это связано. То ли их плохо кормят, то ли не дают им отдыхать. Но в целом, повторюсь, ситуационный центр оказался дублирующей системой федеральной системы и особой пользы, конечно, не приносит. Особенно учитывая то, что количество звонков, как мы уже посчитали, стало даже теперь меньше, чем один звонок в час на каждого оператора. И это, прямо скажем, называется простой. Завершая ковидную тему, Хабиров взял слово и огласил те организационные моменты, которые претерпели изменения на данный момент и на ближайшую неделю. В частности, речь идет о том, что школьники первых, пятых классов остаются на очной системе обучения и одиннадцатые классы тоже. А вот шестые-десятые продолжат свое дистанционное обучение до 6 декабря включительно. Но тут примечательный один момент, что в данном случае сделаны исключения для 23 муниципалитетов. Я их не буду перечислять, они есть на сайте главы, в которых ситуация с ковидом лучше, чем везде, и коэффициент распространения ниже, чем 0,5. И вот в этих муниципалитетах все школьники без исключения пошли на очное обучение. Это, конечно, определенные изменения и характерные. Если раньше по всей республике уходили и приходили, то теперь вот есть некая такая вот выборочная система. Ну, в принципе, наверное, это хорошо, потому что если действительно есть муниципалитеты, где низкая заболеваемость, то детям надо ходить в школу. И Хабиров отметил, что к Новому году вероятнее всех школьников отправят учиться в школы очно, потому что все устали, как он выразился. Ну, я не знаю, от чего там могли они устать, но, в принципе, вот так. Далее Хабиров очень интересно высказался по поводу перспективы государственных чиновников на празднование Нового года. Корпоративов в этом году для чиновников не будет, по крайней мере, их запретил Хабиров. И он очень так ветьевато высказался, что праздновать будем, когда рай небесный и царство небесное наступят на земле. Ну, видимо, Хабиров, конечно, полагал не непосредственно вот эти вот сакральные события, которых мы все с нетерпением ждем, а какое-то вот существенное улучшение в области заболеваемости COVID-19, но прозвучало это, конечно, прямо скажем так, весьма крамольно. Упомянул Хабиров и о работе общепита. Он сказал, что он не принял никакого решения по поводу судьбы общепита в новогодние праздники и примет это решение в ближайший четверг, 3 декабря. Заговорили и о штрафах. Тут опять было какое-то, значит, противоречие в сознании. С одной стороны, Хабиров отметил возросшую эффективность муниципалитетов в борьбе с пожилыми людьми. Речь идет о том, что уже более 300 штрафов в сутки выписывается за нарушение масочного режима и режима самоизоляции для граждан старше 65 лет. С другой стороны, опять Хабиров стал говорить о том, что ему это очень не нравится и даже принес извинения, при этом сообщил, что он все равно будет действовать в рамках закона. Вообще, если честно, лучше было бы не начинать вот эти противоречивые стинания на тему того, как ему стыдно, что он штрафует стариков, но он все равно продолжит это делать. Далее шел стандартный вопрос по поводу дорог ЖКХ и ЧАЭС. Тут отмечу, что господин Беляев, Борис Владимирович, вице-премьер и министр ЖКХ, судя по всему, оговорился в своем докладе, упомянув, что собираемость износов по ЖКХ составила 88%. Если это правда, то падение по этому параметру произошло на 7,6% всего лишь за неделю, потому что на прошлой неделе он упоминал цифру 95,6%. И подобное падение, иначе как катастрофой для системы ЖКХ республики явиться не может. Надеюсь, что Борис Владимирович оговорился. Ну и, конечно же, звезда Манижа, господин Морзаев, который с нарастающей печалью начинает нам докладывать о смертности и аварийности на дорогах Башкирии. В минувшую неделю произошло 162 ДТП, в которых погибло 8 человек. Я продолжаю настаивать на том, что моя математическая модель абсолютно верна, потому что со все увеличивающейся точностью мы констатируем среднюю смертность на дорогах в неделю 8,67 за неделю. Еще мой прогноз за 2020 год устанавливается на отметке 451 погибшей и больше. За декабрь мы потеряем, к сожалению, 39 человек или более. При этом отмечу, что по достижении этого результата господин Морзаев подтвердит, что он не выполнил не только заветы ради Хабирова, но и норматив нацпроекта. Мы помним, что Хабиров разрешил Морзаеву не выполнять свои поручения и вообще не исполнять те нормативы и какие-то положенные цели, которые ему установлены, но речь шла о задачах самого Хабирова. Теперь остается понять, разрешит ли Хабиров своему другу и брату не исполнять поручения Владимира Путина и есть ли у Хабирова на то полномочия. Третьим вопросом оперативного совещания был вопрос об исполнении программы ремонтов подъездов в Республике Башкортостан. Абсолютно безапелляционно господин Беляев, который отвечает за эту программу, заявил, что программа выполнена на 99,8%. То есть фактически господин Беляев заявил о том, что он исполнил как положено полностью эту программу и никаких претензий, проблем и вообще каких-то негативных нюансов здесь нет. Я не берусь судить в целом по республике, я берусь судить только по тому подъезду, в котором я сам живу. И в этом году мы перенесли вот этот коллапс ремонта. Я видел, в каком порядке это все было устроено, чем это закончилось, как происходило. Это был, конечно, мучительный процесс. И только бдительность жителей нашего дома и нашего подъезда не допустили того, чтобы там произошел какой-то совершенный ужас. А он у нас там многократно намечался, остались кое-какие недоделки, ну да ладно. Собственно, суть в том, что, наверное, население даст оценку работе Беляева. Нужно только понять, что на все это дело он угрохал весьма существенное количество миллиардов. Мы видели, каким порядком это все ремонтировалось, какая цепочка, почти бесконечная цепочка посредников выстроилась за этими деньгами. И кто оказался в самом хвосте этой цепочки. Мы уже говорили о том, что рабочие не владеют русским языком. О том, что, чтобы устранить незначительные неполадки, нужно гоняться бесконечно за этими подрядчиками. И о попытках этих подрядчиков лукаво подписать какие-то там акты, чтобы только сбежать с объекта. Ну, в целом, я повторюсь, оценивать работу Беляева будет население. С момента выхода предыдущей нашей передачи случилось несколько интересных событий в Республике. Я бы хотел вот три этих события выделить и обсудить сегодня. Первым событием, как ни странно, я признаю публикацию в социальных сетях Радия Хабирова. Я процитирую часть этой публикации по тексту Башинформа. И эта публикация касается строительства монумента и вообще там всяких фонтанов и прочих радостей на Советской площади. Хабиров высказался об этом следующим образом. Цитирую. Очень пафосно звучит, согласитесь, прямо аж мурашки бегут по спине. И вот прямо хочется поскорее увидеть это великолепие. Но есть один нюанс, и этот нюанс весьма прискорбный. Очередной раз Радия Хабирова обманули и ввели в заблуждение. Я уж не знаю, кто является автором вот этого пафоса, этого текста. Но абсолютно все, о чем говорит Радия Хабиров, вот в этом тексте, это вранье. Ну, кроме тех предполагаемых эмоций, которые он собирается испытывать и предлагает испытывать нам. Дело в том, что генерал Шеймуратов никогда не получал знамя 112-й кавалерийской дивизии на Советской площади. И никаким сакральным местом Советская площадь для нас являться не может. В марте 1942 года знамя 112-й кавалерийской дивизии было вручено генералу Шеймуратову на станции Дема. О чем есть масса фото и кинодокументов. Это всегда был признанный факт, и во всех научных монографиях, исторических трудах говорится именно об этом. Кто ввел в заблуждение Хабирова, надо выяснить. Вообще, тем, кто готовил для него текст, да и самому Радио Фаритовичу, неплохо было бы напомнить об уголовной ответственности за фальсификацию истории, в том числе истории Великой Отечественной войны. Это не шутка. Теперь за это очень здорово преследуют. Не дай бог вы что-нибудь в соцсетях такое напишите, где усомнитесь в величии и победе Красной Армии, или еще в каких-нибудь фактах, которые признаны официальной историей. Так вот, факт вручения знамени дивизии Шеймуратова абсолютно точно установлен, и он не происходил на Советской площади. Радио Фаритович, прекращайте вводить в заблуждение население Республики Башкортостан и начинайте разбираться со своими референтами. В отличие от нас, Хабиров просто обязан знать вот эти моменты, не потому что он такой там какой-то историк или человек чрезвычайно начитанный, в чем я очень сильно сомневаюсь, а потому что у него есть целая армия хорошо оплачиваемых консультантов, которым, кстати говоря, платим мы, и которые готовят ему вот эти тексты. Я уж не знаю, то ли Прочаковская ему пишет вот эти постики, то ли сам Мурзагулов, очнувшись там от какой-нибудь дремы, это все дело набрасывает, но в данном случае налицо вопиющий факт фальсификации истории Великой Отечественной войны. Я думаю, что эту ошибку надо срочно исправлять. Манеру и пренебрежение, искреннее пренебрежение к подвигу и памяти наших предков демонстрирует в первую очередь именно организационный блок и именно администрация самого Хабирова, которая занимается всеми вот этими вот вещами. Я говорю о том, что когда привезли звезду героя генерала Шаймуратова, помните, да, они даже без ошибок не смогли написать имя отчества этого генерала. Кто отвечает за это все? За это все полностью отвечает администрация главы Республики Башкортостан. Вот этот господин Сидякин, который слишком, на мой взгляд, увлечен всевозможными фэшн-мероприятиями и взирает на мир исключительно через окно бутика США, вот ему бы надо бы озаботиться именно тем, чем он должен заниматься в первую очередь. Напомню Александру Геннадьевичу, что основной задачей администрации главы Республики Башкортостан является обеспечение деятельности главы Республики Башкортостан, а вовсе не все другое, чем занимается еще господин Сидякин. Так вот, подготовка и реализация этих мероприятий и правильное написание имя отчества героя Советского Союза Шаймуратова – это была прямая обязанность администрации главы Республики Башкортостан. А еще на прошедшей неделе депутаты Госсобрания утверждали бюджет Республики Башкортостан. И вот тут случилось странное. Много-много лет подряд, десятилетиями, вообще-то это событие не вызывало особого интереса ни у кого. Бюджет был уже свертан, подготовлен и, в общем-то, даже обсуждался до этого. Соответственно, его утверждение никогда не было каким-то странным или значимым событием. В данном случае случилось вообще что-то очень непонятное. Из 110 депутатов Госсобрания в зале присутствовали только 88. А за бюджет и вовсе проголосовало 68 депутатов. Едва-едва половина от общей численности. В чем здесь дело, я не понимаю. То ли депутаты уже опасаются утверждать такие документы, в которых на 24 миллиарда дефицит у нас запланирован в этом бюджете. При этом доходы 188 миллиардов, а расходы 212. И падение поступлений за 9 месяцев 2020 года уже сейчас определено в 20%. То есть, у меня есть предположение, что депутатам просто страшно стало подписывать подобные документы. Потому что, судя по всему, даже этот дефицитный бюджет с дефицитом 24 миллиарда рублей в 2021 году исполнен не будет. А еще мы, похоже, начинаем прощаться с электротранспортом в Уфе. На этой неделе стало известно, что банкротство Муэта Уфы уже в общем-то вошло в такую финальную стадию. То есть, конкурсное управление, судя по всему, заканчивается и начинается само банкротство. Уже дана оценка останком электротранспорта и до смешного дешево оценены трамваи и троллейбусы. Судя по тому, что некоторые или почти все из них оценены в 45 или в 69 тысяч рублей. Это говорит о том, что это, видимо, оценка по стоимости металлолома. Что будет дальше с электротранспортом, совершенно непонятно. Несмотря на то, что официальным СМИ в Уфе и в республике дано указание преподносить это все как незначительную реконструкцию, реорганизацию отрасли. Но, судя по всему, дело серьезное. И мы можем стать очевидцами того, как в Уфе не станет электротранспорта. Я, конечно, понимаю, что это все не целиком вина Хабирова и его команды. И умирание электротранспорта у нас длится уже, пожалуй, последние лет 10. Но, так или иначе, если это произойдет, то остановка электротранспорта в Уфе придется на бытность Хабирова. И никуда он не сможет деться от той негативной оценки, которую даст этому событию население. Естественно, эта оценка придется на плечи Радия Фаритовича.